Друзья, всем привет! Сегодня у нас на распаковочке две вот такие вот объёмные посылочки. Одна у нас пришла с Эстонии, оценили в 1 доллар, вес 156 грамм. А вторая из Китая, вес у нас 84 грамма, оценили в 3 бакса. Ну, платил я, конечно, поменьше. Вот, давайте сейчас быстренько вскрою. Посылочки полезные, я думаю, будут вам интересны. Вскрою и посмотрим, что там. Ну вот, распаковал, которая с Эстонии была просто вот так вот упакована в пакет. Которая из Китая была упакована очень хорошо. Много пупырки, скотча. И давайте расскажу вам по очереди. Ну, как вы поняли, по внешнему виду это пришло у нас крепление. Сейчас быстренько соберу его. Так вот, собрал. Смотрите. Сюда у нас вставляется любой телефон, любого размера. И с другого конца у нас вот такая вот прищепка. Данное крепление рассчитано не для автомобиля, а для домашних. Там, я не знаю, на даче, в гараже куда-нибудь прицепить. Вот эта вот пружина очень тугая. Такое ощущение, что там кусок проволоки толстый. Ну, а теперь давайте покажу вам вторую посылочку. Пришла вот такая вот помпа. Я не знаю, как назвать. Дозатор. Заказал я себе в гараж. Будет как дополнительный инструмент. В общем, это дозатор для масла. Сюда вы наливаете масло. И можете уже подавать его в любое место. То есть, это как велосипед, автомобиль, петли там гаражные, смазать замок. В общем, в труднодоступных местах вы можете подать масло. Дозатор у нас состоит из пластиковой колбы. Крышка у нас тоже сама. Сама вот этот механизм подачи из пластика. Здесь у нас металлическая ручка. Здесь у нас пружина стоит, как мини-помпа такая. Ну и сам носик состоит из пластика и латунного или бронзового наконечника. Вот такого вот. Внутри у нас трубка с пружиной. Такие можно видеть в пузырьках с жидким мылом. И здесь у нас сеточка для того, чтобы не попадали крупные частицы. Сейчас давайте переместимся в гараж. И я приблизительно покажу, куда можно использовать вот эту штуку. Ну и, соответственно, вот эту где-нибудь тоже проверим. Вот налил машину масло. И давайте теперь покажу, где можно применять. Допустим, вот петли. В велосипеде труднодоступных местах вот видите, можно пролезть куда угодно. В автомобиле труднодоступных местах, таких как вот замок, там, я не знаю, какой-нибудь болтик вам надо смазать. Сейчас я, конечно, не буду, у меня все нормально. Но у данного устройства широкий спектр применений. В общем, куда вы не достанете, туда достанет эта штучка. Ну а крепление можно цеплять везде. Как на стол, на стул, на дверь. В данный момент я его вот прицепил на капот. Допустим, вы ремонтируете машину. Включили в YouTube какую-нибудь инструкцию. И вот, видите, данное крепление поможет вам удержать телефон. Все видно. И руки у вас свободные. И на телефоне идет инструкция по ремонту автомобиля. Ну вот, показал вам приблизительные примеры. Ссылочки оставлю внизу в описании. Ну а если вам понравился этот коротенький обзор, ставьте лайки. Оставляйте обязательно комментарии. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока.